ну что тут есть вопросик марга расскажи про сексуальность это энергия второй нижней чакры но ведь она нам нужна многие считают что это что-то ненужное мне кажется все энергии нам нужны для жизни здесь и это неплохо ну а кто многие считают чего вы считаете что многие считают что это плохо что это ненужное это могут считать что это ненужное те кто уже не интересуется кто уже не может да то есть тема брахмачарий когда всплывает и многие с молодости говорят вот мы там брахмачарий нам не нужен ни секс ничего не противоположный пол но те брахмачарии которые это озвучивали они могли быть старенькими дедушками которыми уже а ты в молодости будешь лишать себя в жизни весьма интересных романтичных отношений причем ведь это тоже такое двоякое восприятие если в этом как назвать это действие секса да присутствует похоть да конечно вы будете там и сливать энергию и там будет и хотелки и желания и оно ну будет конечно вносить разнообразие в вашу жизнь но это будет вот так же как еда да то есть поели чувство голода удовлетворили вроде так энергию слили хорошо через какое-то время опять там захотелось зачесалось как в анекдоте меня очень беспокоит гондурас он говорит поменьше вы чешите и то же самое действие если вы идете в слияние осознанно уже да без каких-то таких сексуально похотливых потребностей вот это может действительно открыться совершенно с другой стороны то есть вот знак инь-янь вот он где-то там висит у нас по-моему здесь по-моему висит у меня ага вот тут висит как раз и знак инь-янь если кто не видит вот он где круг тут есть и черное и белое в каждом черном есть белое в каждом белом есть черное и когда одного много потом оно переходит переливается другое состояние то есть как мужское и женское в каждом мужчине есть что-то женское в каждой женщине что-то мужское и идет перетекание переливания на востоке такое состояние называлось тантрой и один из переводов тантры – ткацкий станок что это под этим подразумевалось? что две нити, мужская и женская, плетут полотно мироздания в котором все и происходит если вы посмотрите – вы увидите, что действительно так оно и есть не будет здесь мужчин и женщин, но здесь ничего не будет хоть сейчас там в отдельных регионах стремятся к однополым отношениям, но они, я думаю, бесперспективны и в этом полотне мироздания все происходит и как раз вот часто люди ищут свою вторую половину но поиск этой половины подразумевает то, что вы не целостны просто, что вы или одинокий, или вам кого-то не хватает, и когда вы находите человека, с которым у вас не то чтобы бытовые какие-то отношения там семья или еще что-то, а когда вы видите в этом втором человеке такой же источник, который осознаете в себе, вот тогда действительно может произойти очень удивительное слияние, когда вы настолько соединяетесь, что это даже не секс, это просто вот инь-янь сливается в одну мандалу но для этого, конечно, люди нужны уже, ну скажем так, подпрокаченные, а не такого бытового уровня который там пивка там в подъезде попить или еще что-то и обычный человек, который занимается духовными практиками, ему просто не интересно с тем человеком, который вот как раз из второй чакры да, пытается заняться сексом, ты не то что там занимаешься сексом, да, то есть это даже какое-то вот выражение такое не очень корректное что ли там идет действительно соединение сердец-тел как это происходит абсолютно неважно там может быть проникновение, может и вообще не быть может просто вы можете рядом просто сидеть и чувствовать друг друга даже вот этого достаточно и вы получаете такое состояние целостности вот в тандре есть одна из практик, когда вот человек сидит один напротив другого, ну мужчина и женщина и мужчина например делает выдох, но выдох понятно что он делает через рот, но ментально он представляет что он выдыхает с коронной чакры, а женщина в этот момент вдыхает наполняется вся энергией, дает свою энергию и на выдохе выдыхает через коронную чакру или через ажну и мужчина делая вдох он вдыхает вот эту женскую энергию и идет такая циркуляция как змея кусающая за хвост, символ дзен, то есть здесь тоже происходит такое переливание когда две противоположности становятся в единство вот я почему когда на зарядке когда мы делаем вот это соединяете правую и левую руку вы чувствуете вот здесь тонкую пленочку того что где нет ни правого ни левого и вы соединяясь с женщиной вы можете почувствовать что есть пространство где нет ни мужского ни женского и если вы понимаете свою суть то вы видите что вас как в истинном я нет ни мужского ни женского вы уже были и мужчинами и женщинами уже наигрались в это но вот это присутствие оно не обладает половым принадлежностью вы как бы становитесь бесполым таким и вас не тянет человеку чтобы там слить энергию или как-то удовлетвориться а просто вы становитесь действительно одним целым и вот тогда получается то что все ищут свою вторую половинку но все ищут ведь половинку как то есть надо жениться чтобы там квартира была дети там холодильник и все остальное но часто вторая половинка просто бывает не подходит к первой половинке и тогда целостности нету потому что это все основано на такой материальном бытовом уровне если вы идете в это состояние уже скажем так без отношений что ли да из чистого состояния потому что в чистом состоянии тоже отношений нету потому что когда отношения это одно относительно другого и одно зависит от другого а тут нет ни зависимости ни созависимости там просто вот как будто действительно источник проявляется мужском и женском опять соединяется в себе через вот эти два тела но еще раз говорю что это должна быть такая очень отстроенное медитативное состояние чтобы вы не погружались как раз во вторую чакру то есть это наверное даже идет больше из сердца может быть уже из каких-то запредельных состояний поэтому во-первых ненужное для здоровья тоже и мужчинам особенно это необходимо иначе все засохнет